Потому что я тоже для себя узнал интересные факты. Значит, во-первых, какие у меня планы в ближайшие дни, если суд меня не предпосадит в домашний арест. В понедельник я собираюсь отстаивать в апелляционном административном суде право вернуть себе украинское гражданство, которое Порошенко отобрал незаконно, через подделку моей подписи. У меня есть все доказательства, что моя подпись подделана на анкете, что анкеты не было, и вся процедура незаконна. В понедельник этот суд, я хочу поддержку общества на этом суде, где я буду пытаться возвратить свое гражданство. Законно отобрал. Первого февраля у нас суд, по которому мы отложили с прошлого раза, тоже в высшем административном суде, по тому, что они не хотят мне давать статус, реально это суд про депутатизм Украины. И я буду исчезнуть все возможности легального пребывания в Украине, потому эти суды важны. Они хотят меня вытворить отсюда, а я сражаюсь за то, чтобы здесь остаться и продолжать борьбу за свободу и будущее Украины. А что касается сегодняшнего процесса, по-моему, все ясно. Независимо от того, какое будет принято решение, вы слышали, что они сделали с этим разговором. Это мультфильм Луценко. Они сначала в своей же экспертизе переправили эту так называемую запись, и они спросили, что стандартно спрашивают. Действительно ли эти голоса? И есть ли монтаж голоса? Или это непрерывно один разговор? Свои же эксперты, а я, почему я вам говорю, за несколько дней до моего похищения, я сказал, что вот эти, по заданию их начальника, мерзовника Луценко, и по заданию Порошенко, Порошенко лично дал это поручение, они отбирали образцы моих голосов для подделки, и я об этом заранее знал, это задание дал лично Порошенко. Я об этом заявлял за пять дней до моего ареста. То есть я рассказал Павлу, что произошло потом, и сегодня это уже доказано. Они своему же эксперту послали этот разговор, который демонстрировал в Google Церковь, и видим эксперты сказали, ну мы можем еще сказать, что это их голоса, мы не можем сказать, что тут нет монтажа. После этого они возвращают запись, меняют протокол, и уже спрашивают, нет ли монтажа, вместо этого этот вопрос исчезает, и остается один вопрос. Это их голоса или нет? То есть сами они своими действиями показывали, что они есть фальсификаторы. Вот посмотрите, действия. Сначала они говорят, как по правилам, а потом эксперты говорят, ну извините, ну не хотим так говорить. Ну ладно, тогда так сделано. И после этого один эксперт, что он сказал, что даже не могу сказать, что это их голоса, но остальные говорят, ну ладно, это их голоса. Но реально сегодня заказано, что они сделали монтаж, и за это их надо судить, потому что он, он участник этого монтажа. Почему? Потому что он поменял протокол. Сначала спрашивали одно, потом спрашиваю друг, он поменял протокол, вот он не есть участник в квалификации, это и есть преступник. Потому что человек, который святого меняет протокол, он не есть преступник. И вот они это сделали, и сегодня мы продемонстрировали уже готовое уголовное дело против вот этих, как я их не могу назвать. Сегодня только что доказывали, что они манипулировали для того, чтобы легализовать монтаж и подделку, по заданию Порошенко. И потом они говорят, Саакай Шурик хотел скрыться. Извините. Накануне моего ареста я опубликовал сообщение, что завтра вечером я буду в лагере, а послезавтра буду на машине. Где я хотел скрыть? И более того, я вам хочу сказать сейчас про Шурик. Если этот суд ангажировал, если он вынешен на решение моего ареста, это не остановит наши следующие действия. А следующие действия будут наши очень радикалы. Мы будем действовать, я буду действовать из моей квартиры, и мы будем, которую я снимаю, и мы будем вызывать к массовым акциям, которых они очень боятся, и которые обязательно приведут к тому, что в Украине сменится власть, чего они обвинят, я открыто заявляю, да, Украину мы сменим власть, да, народ это сделает. И более того, следующий власть во всех посадках. Я это вам твердо обещаю. Потому что она будет власти народной и настоящей. И той власти никто не будет поручать, давайте вы подделывайте это, подделывайте то. После решения судей я еще одно заявление сделал насчет наших следующих шагов, но ни одно решение не приостановит мои решимости сражаться до конца. До их конца и до нашей победы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ